МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа коллеги проект Эдуарда Сагалаева, заслуженного журналиста России, президента Национальной ассоциации телерадиовещателей. УТР – это огромное сообщество журналистов от Владивостока до Калининграда. Канал дает возможность региональным телекомпаниям вещать на своей частоте не менее 5 часов в день. Сегодня мы покажем работы наших коллег, которые фактически прошли конкурсные отборы, были специально выбраны для этой программы. В любой профессии есть красота. Даже в такой брутальной, как кузнечное ремесло. Если человек в душе художник, то даже тяжелый молот в его руках станет кистью, а роза, выкованная из металла, будет источать аромат. О волшебной силе мастеров расскажет Алла Григоренко. Мой день начинается с чашечки, кофе. Ну, а потом подготовка инструмента, розжига, горна. Начинается работа. Какой человек творческий, без настроения работы. Когда нету настроения, и работа не ладится, и вообще ничего не хочется делать. Мой рабочий день начинается с 8 часов утра до 5 вечера. Также и перекуры, и обед, все есть. Каждый день по-разному интересен, так как все новое, новые заказы, новые размеры, новые узоры. Все интересно, сталкиваясь с новым, красивым. Я Рыбаков Александр Юрьевич, мне 51 год. Меня зовут Владыкин Александр Александрович, 32 года, 8 лет, работаю кузнецом. В своей профессии я уже больше 35 лет. Мне нравится ковать металл, делать красивые вещи из него. Что для меня профессия? Это моя жизнь, работа и одновременно хобби. Мой девиз, куй, пока горячо. А меня зовут Алла Григоренко, я журналист. Есть такая поговорка, кузнец всем ремеслам отец. Но, к сожалению, прошло то время, когда древнейшую популярную профессию воспевали во многих литературных произведениях. Сегодня народных умельцев можно по пальцам пересчитать. Поэтому мои герои надеются, что может быть после выхода этой программы, в их кузнечных рядах будет пополнение. Кузнечное дело – это своеобразный наркотик. Металл имеет магическую такую силу притягивать людей. Есть еще одна заготовочка, сувенирная роза. Первую розу я сделал своей тёще. И как? Понравилось? Оценила ваше старание? Ну, тёща у меня хорошая. Такая розочка получилась. У меня прадед был кузнецом, Кузьма Захарович. Может, по генам как-то передалась. Учился сварщиком, чтобы ближе к металлу быть. Восемь лет назад я услышал, что в одну кузню требуются сварщики-сборщики. И пришел устраиваться как сварщик. Директор заметил, что мне очень получается с металлом работать. Он говорит, хочешь постоянно работать? Я говорю, да, хочу. Учиться? Да, хочу. Он меня многому научил, и я здесь остался работать с ним. Мои родители, меня уже лет, наверное, в шесть отвели музыкальную шкуку. Но что-то в дело не пошло. Мне это дороми, фасоль, асидо. И решили, что всё-таки я, наверное, буду продолжать дело своих родителей. А родители у меня художники. Отвели меня в дворец пионеров. И вот с этого момента у меня началась моя творческая, так сказать, карьера. Я помню себе, когда в 19 лет мы с мамой приехали в Суздаль, в училище. Тут кузницы, тут горн горит, наковальня. Тут это всё для меня же было вообще непонятно. И открывается дверь и выходит. Тогда ещё молодой Вячеслав Ильич Басов с таким вот арабским шамшаром, клинком, с узорами. Вот это всё там же. Он только-только-только этот клинок протравил. Я смотрю, думаю, ёлый палый, куда я попал мне? Вот это да. Ну, прошло год, два, три, четыре. И я уже в своё время тоже так же выходил. Студенты, абитуриенты смотрели, куда они попали. Хотелось бы, чтобы больше было хороших кузнецов. И пацаны приходили, учились. Работа хоть и тяжёлая, но очень интересная. Ну, вообще кузнецы, они будут нужны всегда. О профессиональном интересе поговорим с Аллой Григоренко, редактором авторских программ телеканала Кубань-24. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина. Ваш герой в материале, который мы сейчас посмотрели, говорит, что главное научиться правильно держать молот. Скажите мне, пожалуйста, вы попробовали это сделать? К самому молоту меня, конечно, не допустили. Мне лишь доверили молоток небольшой, который полтора килограмма весит. Я даже его подержала чуть-чуть в руках, чуть пальцы себе не отбила. Ну, уже начало положено. Почему кузнецы? Слушайте, ну, вообще профессиональный интерес – это целый цикл. То есть мы помимо кузнецов, мы снимали совершенно другие профессии. Это электромонтажник, водитель трамвая, троллейбуса, маляр, токарь. Цикл состоит из 20 выпусков. Но хочу сказать о том, что каждый герой по своему уникален. Я правда, вот сейчас мне лукавлю, я абсолютно влюблена во всех. Я реально чувствую себя кулинаром, который собирает вот эти рецепты профессионального счастья. А в чем оно, профессиональное счастье? Вот я каждому, кстати, задавала вопрос, да, за что вы, собственно, любите свою профессию. Одни говорили за то, что там, потому что бабушка, дедушка, да, работали в этой профессии. То есть как бы это династия целая. Некоторые пришли совершенно случайно, допустим, как учительница, которая больше 20 лет проработала в начальной школе, но в 46 лет решила кардинально изменить свою жизнь и стала варить сын. Но один герой, это пекарь, он меня, конечно, вообще поразил, любил себя, когда я ему задала этот вопрос, касаемо, за что вы любите свою профессию. Он ничего не ответил, он минуту молчал, но в его глазах появились слезы. Вот понимаете, мне кажется, вот тут не надо никаких слов. До мурашек, правда, до мурашек. Вот у меня сейчас профессиональный интерес и такой профессиональный вопрос. Разговаривать с медийными персонами гораздо проще, гораздо легче. Они уже научены, они знают, что отвечать. Разговорить обычного человека, пекаря, токаря, кузнеца, иной раз очень сложно. Как вам удается? Поделитесь. Слушайте, ну я сразу скажу, что это нелегко, потому что практически большинство, сколько это, порядка 40 человек, да, героев, они, ну многие из них никогда не снимались, и очень было вообще сложно их уговорить. И когда включалась камера, конечно, это у них, они просто молчали. Но с другой стороны, я получила от них вот эти неподдельные эмоции. Они не лукавили, понимаете, они говорили, как оно есть. Что есть, да, сложности в своей профессии, да, там может быть небольшой заработок. Но они были настолько искренни, понимаете, вот это самое главное, вот это подкупает. И зрителя в том числе. Поменять профессию вам когда-нибудь хотелось? Ну, хотелось. Я обожаю тему медицины. Вот. И вообще изначально я хотела быть медиком. Но вот так вот сложилось, что, ну, я не совсем сдружилась с химией. Вот. Поэтому пришлось пойти в журналистику. Но первый мой сюжет как раз-таки был посвящен теме хирургии. Но все-таки считаю, что наша профессия журналистика, она гораздо шире, интереснее, многообразнее. Вот. Сегодня ты делаешь репортаж о медицине, завтра о пекарях, да. А третий день ты едешь на завод имени Неседина и снимаешь сюжет большой про токарей. Если помечтать чуть-чуть, что хочется снять? Есть какая-то мечта журналистская? Мы готовили документальный фильм к юбилею главного врача краевого клинической больницы НОНР-1, Вадима Алексеевича Фарханова. Он более 50 лет в профессии. И представляете, 75 лет он каждый день оперирует. Причем у него каждый день по две, по три операции. А в свой день рождения он берет самого сложного пациента. Я ему задала вопрос, откуда вы черпаете именно свои жизненные силы, энергию вот эту, чтобы в 75 лет быть таким бодрым, таким энергичным? И он ответил, что это работа. Работа – это любовь. Работа – это любовь. Действительно, Алла, спасибо вам огромное за любовь к работе и за любовь к людям. Это очень важно и очень ценно в нашей профессии. Мне кажется, в любой профессии это ценно. Спасибо огромное. Я абсолютно согласна. Мы продолжаем знакомство с региональными журналистами. В горах Кавказа есть маленькая, но гордая республика – Карачаево-Черкесия. Официально ей 100 лет, но история народа насчитывает уже много веков. И рядом с человеком всегда были лошади. Примерно 500 лет назад появилась удивительная порода – карачаевская. Невероятно выносливая. На ней всадники даже на величественный Эльбрус поднимались. И этот факт, между прочим, зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. О настоящих джигитах и их верных помощниках расскажет Эрнест Чуков. Встав по утру, сначала проведай отца своего, потом скакуна своего. Так гласит карачаевская пословица, свидетельствующая о большом уважении народа к своим лошадям. Настоящий друг и верный соратник он никогда не подведет даже в многокилометровом походе, в который собрались порядка 120 всадников. У каждого народа есть свои. Где-то деревья больше сажают, где-то кукуруз больше выращивают. А лошадь у нас – это издавна, это крылья мужчины. Место старта конного перехода выбрано неспроста. Именно в Малокарачаевском районе по инициативе маршала Буденного в 1930 году был создан знаменитый конезавод, который в годы Великой Отечественной стабильно поставлял отборных лошадей на фронт и в целом сыграл важнейшую роль в формировании карачаевской породы лошадей, чья главная особенность – уникальная выносливость. Пройти 50 с лишним километров по пересеченной местности для них не проблема. Сегодня, можно сказать, такой разминочный. 53 километра всего лишь прошли. Разминочный, легкий был маршрут. Очень хорошо все лошади прошли маршрут, можно сказать, на 5 с плюсом. Второй день перехода лошадям и их всадникам дался гораздо тяжелее. Путь длиной 87 километров пролегал через горные перевалы Карачаевского, Усть-Джигутинского и Зеленчукского районов. Да и погода решила добавить экстрима. Но даже в таких условиях лошади показали отменные ходовые качества. Ущелье Урочича Гум. Там очень заснеженно. Не просто так заснеженно, а был большой снег. Потом подтаяло и образовался наст. И очень глубокий довольно. И вот в тот момент было интересно, как себя определенная лошадь проявит. Не то, как она выглядит. Она может быть красивой, может быть некрасивой. Но для нас важно не терять качество лошади. Именно работоспособность. Для этого и сделали этот маршрут. Третий и заключительный день перехода всадники прошли, можно сказать, на одном дыхании. Из Зеленчукска в Урубский район. Под диким, красивым местом. Даже испортившаяся ближе к финишу погода не смогла ухудшить общие впечатления. Одним из организаторов и участников перехода стал депутат парламента Карачаева-Черкесии Хасан Хубиев. К тому же он еще стал и самым старшим участником перехода, показав, что настоящему джигиту возраст не помеха. А самым младшим участником оказался 15-летний Рамазан Шайлиев. Весь путь он прошел наравне со взрослыми и поэтому был отмечен отдельной наградой. Этот 200-километровый переход стал не просто очередным доказательством уникальной выносливости карачаевской лошади, но и важным этапом дальнейшего сохранения ее характеристик. Организаторы и эксперты выбрали среди финишировавших лошадей трех лучших жеребцов в двух категориях – густой тип и легкий характерный тип лошадей. Выявить победителя в каждой категории должна была честная борьба. Кто первый добежит до ближайшей горы и сорвет с вершины флаг, тот и победитель. Среди лошадей густого типа победителем стал вороножеребец Бара и его наездник Дахир Лайпанов. Эта победа – результат долгих тренировок и идеального взаимопонимания лошади и всадника. Четыре месяца я его готовил на это соревнование. Цена направлена, чтобы здесь пройти, испытать лошадь. В забеге лошадей в характерном типе быстрее всех до флага добрался Беаслан Лайпанов. Своего красавца, которого зовут Никер, по случаю победы он обещал накормить праздничным ужином. Кормлю овса, отруби. Я спрашиваю всех конников, рекомендуется морковку и яблоки. И все. День два раза. Эти победы принесли всадникам и их жеребцам не только почет и уважение, но и по 300 тысяч рублей призовых. К слову, участники, занявшие вторые и третьи места, также получили денежное вознаграждение. Но самое главное, что удалось выявить и отобрать жеребцов для дальнейшего улучшения характеристик карачаевской породы лошадей. Прямо сейчас познакомимся с автором этого сюжета, Эрнестом Чуковым, ведущим программ, специальным корреспондентом телеканала Архиз-24. Эрнест, здравствуйте. Здравствуйте, Ангелина. Очень рад вас видеть и слышать. И, конечно же, передаю привет большой стране и солнечной, но сегодня почему-то пасмурной карачаево-черези. Вы меня, конечно, покорили, потому что, увидев лошадей таких великолепных, все, я растаяла. Я надеюсь, что наши зрители тоже. Но я так понимаю, что мы увидели все-таки такую парадную часть похода. Что осталось за кадром? За кадром, конечно, осталось многое. В первую очередь, подготовка, но самое главное, то, что удалось все сделать, удалось проверить уникальную выносливость карачаевской породы лошадей, в этом еще раз убедиться. Удалось собрать большое количество всадников под такой яркой вывеской. У нас 100 лет региону в этом году, 100 лет карачаево-черези. И, конечно, желающих выйти в поход было, если не ошибаюсь, порядка двух тысяч. Мне знаете, что интересно? Чисто бытовые вопросы. Ночевка такого количества людей и лошадей, она как была организована? Конечно, на высшем уровне. Естественно, мы не говорим, что там были пятизвездочные гостиницы. В основном ночевали на фермах. Благо, у нас отрасль животноводства развита, и ферм вдоль пути следования было очень много. Хочу отметить, важно, что и во время ночлега, и во время питания основной упор уделяли именно лошадям. То есть лошади находились в более комфортных условиях, чем их всадники. Это показывает и лишний раз о том, как у нас на Кавказе относятся к лошадям. Мне очень нравится, когда кто-то один из ваших героев говорит, что лошадь – это крылья мужчины. Потрясающе, конечно. У вас были какие-то материалы, которые вы считаете, что вот это и есть настоящая журналистская удача? Как таковых, серьезных нет у меня материала, скажу честно. То есть я не раскрыл убийство Кеннеди, не раскрыл какой-то преступный синдикат. Но я очень надеюсь, что журналистская удача меня ожидает еще впереди, что самый большой и самый главный мой материал будет дальше. Но из тех, что я снял, конечно, очень приятно, когда с помощью телевидения, с нашей помощью решаются какие-то бытовые вопросы. Пусть даже мелкие, пусть даже с расселением жильцов аварийного дома, когда мы показываем, что они живут в таких условиях, в которых невозможно жить. И опыт есть, когда администрация, мэрия прислушиваются и решают эти проблемы. Понимаешь, что, наверное, зря чем-то занимаешься. Вот это чувство сейчас, про которое вы говорите, чувство благодарности наших телезрителей, когда тебе в редакцию звонит жилец того самого дома, который при помощи, после репортажа переселили и говорит, спасибо вам огромное, дорогие наши журналисты, редакторы. Вот у нас все хорошо, и мы приглашаем вас на новоселье. Вот это, конечно, круто. Мне кажется, это и есть суть нашей профессии. Абсолютно с вами, Ангелина, согласен. Действительно, это, наверное, ради этого, собственно, мы и занимаемся своим делом. Эрне, спасибо вам огромное. Желаю вам поймать удачу за хвост обязательно, получить самую высшую награду. Но самое главное, не терять оптимизма и верить в свою профессию. Спасибо вам большое, Ангелина. Приглашаю и вас лично, и приглашаю всех телезрителей канала ОТР приехать к нам, посетить наши курорты. Я абсолютно уверен, вам очень понравится. Очень личную историю княгини Ольги сняли мои коллеги из воронежской телекомпании «Губерния». В ней нет дворцового шика и царского пафоса, зато очень много любви и переживаний. Дневники, в которых воспоминания об Александре Третьем, не императоре, а об отце, целующем детей на ночь. И письма брату Николаю Второму. «Я хотела бы, чтобы ты приехал». Какой она была, последняя великая княгиня? Об этом в проекте «Арт-проспект». Дворец в Рамоне имение принцессы Евгении Альденбургской и ее супруга принца Александра Петровича. Сюда в 1901 году приехала юная великая княгиня Ольга Александровна. Ольге на тот момент было 19 лет. Она недавно вышла замуж за принца Петра Альденбургского. С тех самых пор для нее Рамонь стала одним из самых важных мест в жизни. Эти фотографии сделаны в ее имении Ольгина. Счастливый период ее жизни. И ее дневниковые записи 1901-1902 года, она ведь очень по-доброму отзывается о муже. Она прямо пишет, что у меня наконец-то появился муж, которому я небезразлична и который небезразличен мне. То есть это не был брак по расчету. Они очень по-доброму друг к другу относились. Они с Петром Александровичем очень много смеялись, очень много шутили. Это верховые прогулки бесконечные. Ольга Александровна принимала здесь гостей. Вот в частности, очень подробно она пишет о визите сюда Дмитрия Семенова-Тяньшанского. В Петербурге, возможно, она не смогла бы его принимать вот так запросто у себя в доме. А в Рамонии можно. Они ездили здесь и, как она пишет, полоскали ноги в Тихом Дону. Ей это было очень приятно. Жизнь в Рамонии открывала для великой княгини ту Россию, которую она не видела, живя в императорских резиденциях. Здесь она познакомилась с бытом крестьян. Не просто познакомилась, а стала для многих своей. Она ходила к ним в гости, общалась с местными жителями, даже крестила их детей. У меня появилось много возможностей напрямую общаться с крестьянами. За эти годы я многому научилась у этих замечательных простых людей. Я научилась восхищаться их трогательным терпением и непоколебимой верой в Бога, качествами, которые делали этих бедняков такими богатыми. Уникальные исторические кадры. Великая княгиня играет в теннис со своими племянницами, дочерьми Николая II. Каждый такой материал все больше проливает свет на жизнь Ольги Александровны. Она очень жалела, что не может приехать сюда ее брат Николай II. Немножко наивно писала, что если бы ты сюда приехал, я, ты, байдарка и река. Напомню, что писала она это император. Я, ты, байдарка и река. Что еще нужно для счастья? Бывал здесь даже ее учитель, тот самый Крыжицкий. И учитель, ее друг, он тоже пришел в восторг от рамонских пейзажей. Переписка с Николаем II, его дочерьми, великой княгиней Ксенией Александровной – огромная историческая база. На нее в том числе опираются научные работники. В ней много личного. В ноябре 1916-го состоялась долгожданная свадьба Ольги Александровны с полковником Липгвардии Николаем Куликовским. Шла Первая мировая война, и Николай II на фоне трагических событий разрешил Ольге расторгнуть брак с принцем Петром Альденбургским. Исполнилось мое самое заветное желание. Я получила от брата разрешение и благословение на брак с любовью моей юности, молодым кавалерийским офицером Куликовским. 4 ноября 1916 года мы с моим нынешним мужем обвенчались. Таким образом, наше самое большое желание, о котором мы мечтали 13 лет, сбылось. В годы Первой мировой войны Великая княгиня трудилась операционной сестрой Милосердия. Как и императрица Александра Федоровна, как племянница Ольги, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия делала перевязки, помогала во время операций, ухаживала за ранеными. А практические навыки работы в госпиталях она получила в рамонской лечебнице принцессы Альденбургской. Однажды в операционный день доктор предупредил, что на операционной сегодня будет царская сестра. В рамоне, надо сказать, очень трепетно относились к вопросам гигиены. Операционная в операционные дни два раза мылась кипятком, и даже щели по косякам двери проклеивались бумагой. И вот, приведя операционную в порядок, вымыв всё кипятком, они вдруг обнаруживают какую-то тётку, как она пишет, в платочке, которая вот идёт в эту операционную. Они дружно её оттуда выгнали, ещё и отругали хорошенько, чтобы в грязной одежде не заходила в операционный блок. А потом выяснилось, что это и есть царская сестра. К ужасу всех присутствующих. Очень боялись, разумеется, очень боялись. А она, как пишет Елена Ивановна, а она ничего так смеялась очень много. После окончания операционных будней дружно всем коллективом пили чай из самовара. И она со смехом и, главное, с удовольствием вспоминала о том, как её выгоняли из рамонской лечебницы. В 1920-м вынуждена была уехать. Мне не верилось, что я покидаю Россию навсегда. Я была уверена, что ещё вернусь. У меня было чувство, что моё бегство было малодушным поступком, хотя я пришла к этому решению ради своих малолетних детей. И всё-таки меня постоянно мучил стыд. Главное качество журналиста – любопытство. Можно чего-то не знать, но интересоваться журналист обязан. Только тогда в результате поисков, проработки деталей и многочисленных вопросов складывается история, способная заставить зрителя думать, сопереживать, а, возможно, и изменить свою жизнь. Дорогие коллеги, мы ждём от вас новые репортажи и проекты, лучшие из которых попадут в эфир общественного телевидения России. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова